Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24. С вами Егор Матаев. Вот главные темы к этому часу. Соблюдение масочного режима в транспорте проверяют сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Огромное лужа раз за разом перекрывает проход и проезд в поселке Новосиликатный. Почему возникла эта коммунальная проблема и что делать в такой ситуации, разбирались наши корреспонденты. Стали известны новые подробности о подозреваемом в нападении на девушек в Бийске. На месте побывала наша съемочная группа. 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Выздоровели 155 пациентов. Также зафиксировано 7 смертельных случаев, 4 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае почти 16800 инфицированных, из них 14000 выздоровели. Сейчас проходит лечение в госпиталях свыше 1800 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Амбулаторно 4 человека. Кроме этого, 2000 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 250 человек продолжают там находиться под другим обстоятельством. По данным Оперштаба, тяжелобольных 364 пациента, на аппаратах ИВЛ – 138. Всего за период пандемии в регионе скончались 659 инфицированных человек, в том числе из-за коронавируса 311. Виктор Томенко провел рабочую встречу в режиме видеосвязи с главными врачами ковидных госпиталей Бийской и Славгородской центральных районных больниц. Губернатор задал вопрос о лекарственном обеспечении госпиталей, своевременности, выплат заработной платы, лечении сложных пациентов, а также психологическом климате в коллективе. Врачи организовали к губернатору дистанционный обход красной зоны. Показали приемные покои, процедурные кабинеты, палаты и реанимации. За сутки в госпитале расходуется порядка 80 баллонов кислородов. То есть, так как у нас не госпитал стоит, а рамповая система, мы меняем баллоны каждые полтора-два часа. У нас ведет специальный круглосуточный пост кислородчиков для обеспечения кислородом. Помимо этого, врачи рассказали о том, что выплаты заработной платы производятся своевременно. Никаких задержек нет. Скажите, как обстановка с выплатой вот этих дополнительных средств для тех, кто работает с теми, кто заболел коронавирусом? Тем, что касается федеральных выплат, они, конечно, у нас приходят вовремя. До 15 числа каждого месяца расчеты у нас происходят. У нас как раз заработная плата тоже выплачивается примерно в это же время, там, 13 числа у нас срок. То есть, каких-то проблем с точки зрения выплат у нас не возникало. Врачи подчеркнули, что коллектив понимает важность своей работы. В госпиталях оперативно решают вопросы с поставкой медикаментов. В медучреждения они поступают раз в день. Добавлю, схема лечения предполагает использование нового препарата коронавир. Работа сегодня выполняется тяжелейшая. Работа, по сути, героическая. И огромное количество пациентов и больных, они, конечно, как на последнюю надежду смотрят, рассчитывают на наших врачей. Мы, врачей и медицинских работников, мы всем во всем будем помогать и все вопросы решать, чтобы работа у вас получалась. В Алтайском крае, возможно, будут разворачивать ковидные госпитали не только на базе медучреждений, но и других организаций. Об этом сегодня заявил губернатор Виктор Томенко во время посещения Барнаульской станции скорой медицинской помощи. Подробности в сюжете моих коллег. Обстановку все же я оцениваю как пока что тяжелейшую. Обстановка тяжелейшая. Мы подтягиваемся по некоторым направлениям. Такую сдержанную оценку дал глава региона Виктор Томенко ситуации с нагрузкой на первичное звено здравоохранения в Алтайском крае. Минздрав и практикующие врачи считают пандемию настоящим прецедентом. Такого не было на их памяти никогда. В сутки от жителей Барнаула, Новоалтайска, Первомайского и части Павловского районов на станцию скорой помощи поступает около 2500 звонков. Это втрое больше обычного. И это только в Барнауле. Причем зачастую случаи не экстренные. Но отказать в приезде бригады медики не имеют права. Мы не можем отказать в приеме вызова, если люди настаивают. Мы не имеем права отказывать. Мы вызов принимаем. А люди от вызова не отказываются, даже когда он лежит 2-3 дня. И даже если они посетили поликлинику, они все равно не отказываются. Приезжайте, смотрите. То есть все должны посмотреть. И поликлиника, и мы. В период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом болеют и сами медики. На больничном сейчас больше 200 работников под станцией скорой помощи. Нагрузка на тех, кто в строю, выросла многократно. Поэтому вызовы накапливаются и нередко переходят на следующие сутки. Если люди выйдут, болеют как медицинские работники, врачи, среди медперсоналов, так и водители, то мы обеспечим выход порядка 75 ребят. Это, конечно, облегчит ситуацию оперативную, ускорит обслуживание здравов, сократит ожидание. В период аномальной нагрузки на всю систему здравоохранения края диспетчеры работают не только на станции скорой помощи. Около 100 сотрудников колл-центров в поликлиниках краевой столицы ежедневно консультируют тысячи людей. Сегодня в 18 поликлиниках работают 19 колл-центров. Это, конечно, отчасти снимает нагрузку на скорую помощь и помогает людям дозвониться и получить как консультацию, так и понимать, когда врач может прийти или же непосредственно назначить время приема в поликлиниках. Дмитрий Попов отметил, что сейчас мощности колл-центров необходимо наращивать. 150 диспетчеров должно хватить, чтобы каждый потенциальный пациент в Барнауле мог дозвониться до медиков. Это станет возможным в течение недели. Важная тема взаимодействия краевых чиновников с федеральными органами власти – обеспечение аптек лекарствами. Сейчас есть определенный дефицит некоторых препаратов. Это, впрочем, касается всех регионов страны. Также правительство региона готово к непопулярным, но необходимым решениям. Например, развертыванию дополнительных ковидных коек на базе непрофильных медучреждений и не только. Минздрав внес сегодня в правительство вопрос о том, чтобы нам пойти на создание, может быть, еще дополнительных госпиталей, которые мы будем разворачивать вне медицинских организаций. Думать, сейчас поручение я вчера дал на оперативном совещании, думать надо, что это. Может быть, школы, может быть, торговые центры. Всего в ковидных госпиталях региона развернуто 4 655 коек. К началу следующей недели их количество увеличится до 5 тысяч. Все усилия власти намерены направить сейчас на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и спасение больных в состоянии тяжелой тяжести и особенно тяжелых пациентов. Даже если это потребует временно приостановить оказание плановой помощи. Анастасия Борисова, Глеполянский, Денис Кузьменко, Новости. Соблюдение масочного режима в транспорте в ежедневном режиме проверяют сотрудники Роспотребнадзора совместно с силовиками и общественниками. Подробности в материале моего коллеги Константина Ганова. Каждый раз, когда вы заходите в общественный транспорт, будь это автобус или трамвай, вас обязательно попросят надеть маску. Если вы ее не оденете, то кондуктор вам ничего не сделает. А вот полиция сделает. И еще как. Этот молодой человек – обычный пассажир, который оказался в автобусе без маски. Представитель полиции составил в отношении нарушителя масочного режима административный протокол. Парню грозит штраф в сумме от 1 до 30 тысяч рублей. Полиция, Роспотребнадзор и общественники в таком составе в ежедневном режиме сегодня проходят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Особое внимание уделяют водителям, которые надевают маску не полностью, а только на подбородок, оставляя нос. Мы смотрим наличие масочного режима у работников, а также как осуществляется дезобработка автобуса. В случае невыполнения данных требований в рамках неплановой проверки составляем протокол по части 2-й 6-3 КОАП. Санкции этой статьи предусматривают для индивидуальных предпринимателей штраф в сумме от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Согласитесь, многовато за торчащий поверх маски нос водителя. В день нашего участия в совместном рейде Роспотребнадзора таких водителей со спущенными масками было обнаружено достаточно много. Зато граждане в основном масочный режим соблюдают, особенно когда видят человека в форме или народного дружинника. Масочки одеваем. Снимайте маску. Принципиально они одевали маски. А теперь сразу смотрите-ка, одели. В этой акции помимо дружинников приняли участие и другие общественники. Их координацией занимается Народный фронт. Сейчас в активный формат, который занимается контролем соблюдения масочного режима, соответственно 44-77 указами губернаторов сложной ситуации, входит Народная дружина города Барнаула, представители районной администрации, в данном случае центрального района города Барнаула, Роспотребнадзор, представители ГИБДД, поскольку контролируем сейчас транспорт, представители молодежного парламента и волонтерская организация, волонтеры-спасатели. Как видите, масочный режим есть кому контролировать. И все же главными контролерами должны быть ваша совесть и страх за собственное здоровье. Константин Ганов, Анатолий Фукс. Новости. Расследование убийства девушки в Бейске продолжается. Стали известны новые подробности о подозреваемом в преступлении. Напомню, неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек. Одну из них убил ударом ножа в живот, вторую ранил. Хронологию событий страшного вечера восстанавливала корреспондент телеканала Софья Житина. Мы находимся на месте страшного преступления Бейск, социалистическая 94. Именно здесь неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек. Одну ранил, вторую убил. Была в этой истории третья, которой чудом удалось спастись. Гуляли, смеялись, разговаривали. Ничего не предвещало беды. Так рассказывает о событиях 18 октября подруга погибшей 22-летней бичанки Марии Анохиной Юлия. Девушка остановилась поговорить со знакомым, а когда догнала подруг, было уже поздно. Я стояла, как бы, и не видела, где она. Я никого не видела. И вижу, что стоит какая-то бабушка в очках. Даже не бабушка, а тетенька. И еще несколько молодых людей. То, что они спрашивают. Ну, вы не знаете, кто это. Я посмотрела, а это оказалось Маша. Ну, как нам, вернее, сказала эта тетенька, то, что Маша вроде дышала, она даже разговаривала. Сказала то, что ее какой-то мужчина ударил. Юлия, так же, как и погибшая Мария Анохина, занималась карате. Поэтому первой, кому она позвонила, был их общий тренер Роман Селиверстов. Мужчина рассказывает, приехал на место происшествия раньше скорой помощи. На этом месте я увидел Машу, которая лежала без сознания. С ней работал следователь, который списал у меня данные ее, ее родителей. Вот. По приезду скорой помощи, скорая помощь подошла, посмотрела у нее пульс. Пульса не было, констатировал факт смерти. Вторую девушку Анастасию нашли раненой в грудь и живот через дорогу. Она выбежала на оживленную трассу, звала на помощь водителя, проезжающего мимо автомобиля. По словам Романа Селиверстова, на другой стороне стояли сотрудники ГИБДД, которые никак не отреагировали на происшествие. Мужчина задается вопросом, почему не помогли спасти, не их ведомство. Как ехал, они всегда за пешеходов здесь штрафуют. И они даже не сорвались ни на приспособленном ночи. Вот просто стояли, а не до конца стояли. В соцсетях ошибочно пишут, что подозреваемый в преступлении мужчина был одет в желтую камуфлированную куртку. Однако Селиверстов объясняет, это очевидец преступления. Очевидец преступления, я так понимаю, был житель этого дома, который давал показания, в какой куртке и как выглядел преступник. И я так понимаю, вон тот балкон, который с решеточками, он там находился, он делал какой-то ремонт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Убийство, а также покушение на убийство двух человек. Известно, что преступник худощавого телосложения при себе имел рюкзак со светоотражающими элементами. Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к его совершению. Друзья и знакомые Марии Анохиной рассказывают, девушка была доброй и отзывчивой. У нее остался маленький ребенок, которого теперь придется воспитывать и ее родителям. Правоохранительные органы обращаются к каждому, кто стал невольным свидетелем произошедшего, с просьбой сообщить обо всех известных фактах. Посмотрите на экран. Может быть, в этом мужчине вы узнаете своего знакомого или прохожего на улице. Помогите раскрыть это страшное преступление. Софья Житина, Дмитрий Козерлыга. Новости. А я добавлю. МВД России по Алтайскому краю проверило информацию, прозвучавшую от тренера погибшей девушки Романа Селеберстова. Напомню, мужчина одним из первых прибыл на место трагедии, где на жительницу Бийска напал неизвестный с ножом. Роман сообщил, что видел недалеко от места происшествия экипаж ГИБДД. По данному факту, руководство межмуниципального управления МВД России Бийское провело проверку, определив местонахождение всех экипажей ГИБДД, дежуривших в день происшествия. Как было выяснено, в районе места трагедии в указанное время экипажи ГИБДД не дежурили. К этому часу у меня пока все. Итоги сегодняшнего дня, как всегда, подведем ровно в 20.30 в прямом эфире на телеканале Катунь-24.